В полумраке комнаты Вспомнились глаза любимого человека. Предатель ушел, устал, видите ли, от претензий и требований. Аленький листочек трепетал на кончике фитилька, усердно разгоняя мрак комнаты, но не мог он разогнать мрак в душе человека. Горькие мысли пыльными душными вихрями носились в душе. И чего бы ни коснулись воспоминания человека, все становилось серым, и росло чувство обиды. Страна, полный бардак, все вокруг дураки, подлецы, да пропади оно все пропадом. Огонек вздрогнул, качнулся, человек дунул на свечу и в комнате, обессиленный, пошел спать. А маленький алый листочек пламени порывом человеческой воли превратился в последнюю каплю, переполнившую чашу подземного огня. И вырвалась огненная ярость наружу, дрогнула земля, и рушились здания, погребая под собой людей. Огненные закилавы потекли по склонам вулканов, оставляя за собой сожженную землю. Поднялась яростная волна и обрушилась на побережье, сметая все на своем пути, сея горе, разрушение, смерть. И разгоралась давно забытая вражда, и люди схватились за оружие, и голод с болезнями пожинали свое, и мертвая твердь глядела в бесконечную ввысь неба. В полумраке комнаты черкнула спичка. Рука поднесла ее к свече и заиграл на фитильке аленький листочек, отгоняя окружающий мрак. Человек сидел за столом, подперев голову рукой, и смотрел на огонек свечи. «Зачем я живу?» — думал человек. И вспомнились ему глаза любимого человека, и отозвалось сердце. «Для любви нет преград!» — вспомнились первые объятия ребенка и заливистый счастливый смех. «Нет преград!» — в сердце стало расти тепло. Вспомнились друзья, с которыми прошел огонь и воду, и ощутил человек неотделимость свою от всего, единение со всеми и всеми. И горячо стало в груди, и благодать просила выхода. «Пусть будет миру хорошо!» — вырвалась из сердца мысль. Огонек дрогнул, качнулся, человек задул свечу, и, светясь душой, полной радости, пошел спать. А над миром неслась уже невидимая никем волна огненной благодати, омывая всех и все. И музы, вдохновение сходили к поэтам и композиторам, и создавались бессмертные произведения, зовущие к подвигу, и воспевающие любовь, и озарения сходили на ученых, и делались открытия на помощь людям. И разрешались многолетние конфликты, и враги примирились, и теплый ветер принес семена, и кинул их на истерзанную землю, и нагнал тучи, и пролилась живительная влага на выжженную пустыню. И зеленые росточки потянулись к солнцу, попирая смерть. Под бесконечной высью неба утверждалась жизнь. В полумраке комнаты черкнула спечня. Субтитры создавал DimaTorzok